Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в метро Исход. Дополнение 2 полковника. И сейчас у нас разгорается просто мятеж, мятежники прут, зеленки не хватает, просто ужасно все это происходит. К сожалению, тут таймскип происходит, я бы, конечно, все бы это все посмотрел, но, к сожалению, дополнение тоже как бы не вечное, вот, и скоро уже закончится. И мне так жалко, при том истории, знаешь, душетрепательная такая, не знаю, эмоции, друзья, прям прут. В общем, всем приятного просмотра, приятного аппетита, если ты мечтал именно атмосферное прохождение, то рад тебя приветствовать на канале. Итак, мы не можем с тобой, кроме крафт-стала, ничего тут поделать, посмотреть. В общем, у нас, давай посмотрим из оружия Ашот, калаш. Мы с тобой можем что-нибудь там интересное поставить, как ты видишь, у нас все примочки, прям вообще все. Стабильность давай поставим. Тут у нас, так, магазин побольше на 2 патрона, но полезен при скрытном походе. Нет, скрытый поход навряд ли здесь уже потребуется. Так, а тут я думаю все-таки вот эту поставить. Сейчас немного поднастрою насчет калаша. Так, стандарт, нет, мне не нравится тяжелый. Давай поставим. Тут у нас стабильность, урон побольше, точности, чтобы было. Тут все правильно, я не люблю какой-то такой прям. И, так, стабильность. 75 патронов берем. Все, как-то так. Как-то так, друзья, аптечки так не бесконечные. Тут у нас, ну, у нас много всего, как ты видишь, поэтому. Ну, вперед. Так, мятежники. Так, и не забываем, друзья, смотреть, нет ли каких-нибудь записок. Это очень важно. Больных все больше и больше. Видишь, там даже, господи, что... Ё-ка, лананая, посмотри, там боец, но у него обглодана кость. Жесть. Просто же... Просто жесть какая-то, друзья. Я не знаю, что там творится, но это... Это прям реально жесть. Тут уже, я так понимаю, все, уже труп, вишь, в крови. Притом, мать, наверное, плачет. Блин, это все так и... Друзья. Капец. Капец. Страшно. Впечатлительным, друзья. Вот, ну, особо лучше не смотреть. Осторожней. Но это игра, друзья. Это игра, так что... Не думайте про реальную жизнь ни в коем случае. Наслаждайтесь каждым днем. Поняли вы? Блин. Записка. Итак, к сожалению, да, друзья, мы одну... Одну потеряли. Я не знаю, где она. Вот, вот. Ну, ладно. Докладная записка. Итак, следователю особого отдела, переплетчику, я и... Поверхностное исследование позволяет выявить у подавляющего большинства бунтовщиков клинические признаки лучевой болезни. Сейчас, погодите, секунду. Друзья. Кровоизлияние, атрофические изменения кожных покровов и слизистых оболочек, а также выпадение волос. То есть против зомби мы, друзья, сейчас будем сражаться. Вот ты офигеешь. Поверхностное исследование позволяет... Сейчас. Судя по степени развития симптомов радиопроектора, они прекратили принимать более месяца назад. Более точного срока, понимаете, не предоставляется возможным, так как неизвестно, на каких станциях они базировались большую часть времени. Вскрытие тел считают излишним, так как не располагают достаточным количеством персонала. В общем, капец. Все. Против настоящих зомби сейчас. Петрович. Прости, Слаф. Я знаю, тебе деваться было некуда. И если бы я тогда не сказал ничего, они бы не поверили, что все нашли. Старый помянец. Ни у меня, ни у тебя выбора не было, Петрович. Тебе тоже удачи. Увидимся на поезде. Спасибо. Ну, хоть доброе сделали. Друзья, если что, я хороший выбор сделал. Я оставил Петровичу немного зеленочки. Видишь, они выжили, и благодаря этому они здесь. То есть, как бы не заразились. Очень пипец. А так бы тоже. Их, скорее всего, здесь бы уже и не было, друзья. И он бы к бунтовщику бы. К бунтовщикам, мятежникам бы они присоединились. Блин, ну это капец, друзья. Я буду, наверное, на хардкоре проходить стримом. Если хотите, заходите, друзья. Может, в субботу. Посмотрим, как там будет, в общем, время. Так что, приходите на стрим. Там, конечно, не так будет атмосферно, честно скажу. Но мы хотя бы посмотрим выборы другие. Ну, давай. Руби, правда, матку. Или нет? Или ты не будешь? Нам сейчас главное другое. Так, что у нас? О, господи, смотри. Бунтовщиков. Жесть какая-то. Просто жесть. Ну что, стоите. Вперед на позиции. Есть. Посмотрите. Главное, стрельба не прекращается. То есть, их очень много. Ты представляешь, их просто дофига. Я так понимаю. И... И там пипе защит творится какой-то. Так. Это наше. Спокойно. Ребята, на поражение вейте. Это уже магия, не красавчик. Так. Кто же там? Мне прям интерес... Офигеть, сколько их просто. И у них еще оружие есть. Прям жесть какая-то. Ух ты ж. Держись. Держись, ребята! Так. Ну-ка, где патрошки патронов, слава богу, много. Вот тут мы можем... Но в принципе их нет, не так много. Но выстрелы прям не прекращались, как будто их миллион. Так, друзья, все. Огонь! Огонь! Ничего! Отобьемся! Нам только эту... Огонь! Возвращаемся! Подпишение подойдет! Так, давай патрошки возьмем сейчас секунду. Ага, уже патрошки. Значит так, саперов перебили, но заряд уже заложен. Наша задача добраться до детонатора и рвануть. Блин, мужичок, держись! Да. Зато смотри, сколько поубавилось просто... Очень много поубавилось людей. Так. У тебя что-нибудь есть? Так, вот это что-то уже знакомо. Лейтенант, я сейчас взрыв машинки, а вы прикройте! Есть! Так, видимо, уже впереди что-то есть. Внимание! Прикрываем полковника! Патронов не жалейте! Что это значит? Лейтенант! Идем дальше! Смотри, как они прям рвутся в бой! Так, ну ладно, ребят, как хотите. Как скажете. Ох, калашик! Такое же просто, один в один. Кстати, патрона вообще мало вмещается, блин. 90 всего. То есть один рожок у нас, да и все. Так, здравствуйте. Ты уже здесь знакомые, конечно, вот эти вот все. Граната. Ух ты, блин! Нам бы какую-нибудь гранатку бы, а я забыл, друзья, как они пуляются. Да у нас что-то и нифига нет. Так, а вот это уже, ай-яй-яй, будет. Ладно, понял. Ну, друзья, прикрывайте меня. Товарищ полковник, мы их долго не удержим! Ка-яй! Продолжение следует... Ой-ёй-ёй, там будет аномалия. Нет? Эх, хан бы сейчас. Был бы с ним атмосферно. Ой, там кто-то стоял. Ну, это баги... А, вон он. Это баги, друзья. Зарывками всё это происходит. Фух. Штаб! Хлебников на связи! Штаб слушает. Один заряд не сработал. Чёрт! Отходите на Сибирскую и держитесь там. Больше надеются не на кого. Есть держаться. Конец связи. Блин. Товарищ полковник, они взорвали ворота! Труд с поверхности! Ага, вижу. Товарищ полковник, сюда! Тей уж тебя стреляю! Прикрывайте, сейчас проход залью! Отхожу в банку, стой! Ё-ка-в-м-н-э! Ты представляешь, что вообще творилось? Офигеть сколько! Вот тебе, блин, эвакуация. Интересно, а кто-то вообще смогли спастись? Мне прям это очень интересно, друзья. Но узнаем ли мы это? Товарищ полковник, отходите на резервную! Удомино! Так, на резервную, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Давай к аптечечку применим, мужички! Держимся тут! До последнего! Подкреплений не будет! Или вы их, или они нас! Усюду! Мы готовы! Откуда у них Я не понимаю, откуда у них бронекомплект прям взялся? Пацаны! Так, с патронами беда. Смотри! Офигеть! Где-то броню на раздыбли. Он говорит, что он не берет вот долларов. Он будет еще раз заморозила. Тогнали все равно. Субтитры сделал DimaTorzok Вовремя, братишки, подоспели Капец, а там, между прочим, могли доползти некоторые Операция закончена, исполнители устранены, готов к эвакуации Ах, ты сволочь! Что значит уехал? Без меня? Что происходит? Обеспечение эвакуации! Эвакуация? Бойцы, гражданские, ты же их всех убил! Кого теперь эвакуировать? Слав, Зеленке осталось только на командовании, понимаешь? Остальные обречены! Агас, просто чтобы быстрее, понимаешь? Ты знал, знал с самого начала! Знал и молчал, сука! А у меня что, был выбор? Да и какая теперь разница, они уехали! Но только меня они бросили зря! Петров! Петров! Они уехали, без нас! Серегу мне дай, быстро! Как? Погиб? Серега... Сынок... Значит так, Петров, в большом сейфе РПГ, бери и бегом на старую развилку, там перехватишь, понял? Выполнять! Ну и... Что теперь? Что хочешь? А я все сделал! Прощай, Слава! Сынок! Папа! Папа! Дядя Толя! Он что, себя убил? Почему? Не смотри туда! Прости, что я приказ нарушил! На станции стреляли много, потом затихло, а тебя все нет! Я боялся, что случилось что-то! Пошел тебя искать! Слушай, я тебе утром рассказывал, кому можно знать правду, а кому нет! Забудь! Не нам такое решать! Если тебя обманывают, то точно не ради твоего блага! Вот поэтому он и умер! Понимаю, папа! Молодец! А теперь... Идем домой! Я это точно не могу сказать. Все-таки не перенесил... Чаще говоря, как я на керковь. ... О-о-о! Молодец! Чаще-то... О-о-о? Ей, это... Уху-о! ... Я-о-о-о! О-о-о! Я-о-о! кирилл это мельник я у входа в бункер спасибо кирилл конец связи сосна и альха ответьте прием рядовой я захожу в бункер пока я там связи не будет сколько пробуду внутри не знаю когда следующий сеанс аккумуляторы дверь читай читай повторение мать учения все сосна конец связи сосна ответьте прием я очень люблю тебя сын и печенку чтоб ел обязательно понял конец связи блин что же с ним случилось друзья просто вот что с ним могло случиться офигеть в этом бункере мельников же выжил спокойно то есть с одной зеленкой а мы сколько там дофига так как ты понял мы здесь будем опять же выжигать все сохранение пошло так давай во первых сохранимся быстрое сохранение потому что мы здесь может копирайты будут ну на всякий случай давай ахать тем какая музыка вам поручено совершенно секретное задание особой важности найти в архиве центра спутниковой связи карту района с приемлемым уровнем радиационного заражения исходя из косвенных данных ясно что особое внимание необходимо уделить поиску карт района озера байкал до сих пор наши усилия не достигли результата так что теперь ваша задача добиться успеха во что бы то ни стало я не могу сообщить конечной цели поисков но знайте от результата зависит жизнь всех жителей метро эта запись самоуничтожиться через пять секунд удачи бойцы так рванет нет ладно самоуничтожилась типа пленка хорошо борща достоин только папа и там написано что-то погоди втором не хоть них не хочу быть до дохлы дохлым не хочу быть дохлым до туалета нет да типа туда осторожно смерть вернись вот это мне уже конечно не очень нравится но в общем как ты понимаешь не просто так это сделали то есть бойцы видимо как-то нашли они это байкал нет я думаю нет но куда-то их короче так нам бы крафт стол вот какая-то дверь крестиком верька крестиком кубки бантиком похож на маленького черного гномика рубильник короче план ясен но вот это вот непонятно что здесь все вроде как небольшая комната не шуми не знаю нам дофига подсказок этих дебилов этом там написано блин но это если честно жопа так указателей дофига это меня радует это забираем это забираем так здесь тоже забираем у нас тут вот какая не шуми вроде все отлично ничего страшного не происходит так хода нет счетчик гигера это понятно да гараж лифты самые хорошие блин у нас соседи постоянно в таком ссале реально соседи да говори не говори это когда был маленький так бтр очков так ну давай посмотрим настоящее так давай-ка немножечко 4 вот сейчас немного ссык у ю по звукам что-то хорошее здесь крыска сотри крыска и ведро что такое здесь кто-то поймал еще одну крыску нет но он бедная ловушку так но крысы есть это хорошо то и жизнь как бы продал у жается нет крысы тоже боятся этих звуков что здесь не то блин а что жду строй страшно холодильник так зеленку здесь все вытащили попал бензин ой блин мужик окно это понятно что что-то тут происходит как я уже раз 20 сказал да боюсь блин так ладненько спасибо я так и думал впрочем здесь будет какая-то жопа опять же 20 раз повторю нам нужен рубильничек всего лишь так но это понятно девушку скорее всего нам сюда да а вот рубильник до точно его дать то есть погоди они они не смогли сюда пройти ты хочешь сказать вот огнеметчики же понятно деканину подожгу здесь А вот и тварь. Какие-то мутанты, блин. Так, надо нам вот сюда вот. Осторожно. Сейчас сзади тоже гады будут. Ну, нормально. Горцуем, горцуем, ребят. Ух ты, блин. Что отсюда? Все, пацаны, уходим. Так. Блин, пацаны, у меня... Вот отсюда тут только единственный может выбраться один. Так. Вот и ля. Так, свет им, походу, не нравится. Блин, это включается, это выключается. А жопа. Какая? Так, а дальше что-то, блин, по звукам... Еще хуже, что ли, нас ждет? Так, забираем все припасы, которые мы можем унести. Тут, 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 все. Спокойно отдыхать. Никаких записок, ничего, по крайней мере, не вижу. Так, ну что же, друзья, сейчас я смотрю просто. Давай-ка мы, наверное, здесь остановимся. Да, именно здесь. О, какой живой. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайкосик. Если ты ждешь дальнейшего прохождения. Также подписывайся на канал. Бай-бай, дорогой братишка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!